Продолжение следует... Спасибо, вижу. Ну что ж, перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему спикеру, хочу напомнить о том, что в самом начале чата вы можете найти две наши главные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ Академии, на интерактивное расписание, в котором можно зарегистрироваться на все вебинары нашей программы вплоть до июня 2018 года. Конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш учебный портал на YouTube, куда помещаются все записи вебинаров, и запись этого вебинара тоже будет помещена в ближайшее время на этот учебный видеоканал. И я вам предлагаю на него подписаться, чтобы быть в курсе всех событий. Я хотел бы вам представить два следующих вебинара, которые у нас состоятся завтра, в пятницу и в понедельник. Сейчас я воспроизведу их в чате. Первый из них – это вебинар Татьяны Телегиной. И пусть вас не смущает, что здесь написано «часть 2», при том, что части первой не было, она была перенесена. Татьяна сказала, что эти части взаимозаменяемы, и вполне можно прослушать сначала «часть 2», а потом «часть 1». Напомню, что «часть 1» была перенесена из-за болезни Татьяны и будет проходить, теперь мы точно определились уже со сроками, 4 декабря. Все те, кто уже зарегистрировался на нее, могут ничего не делать, просто прийти 4 в 12 часов, и будет этот вебинар. Вам письмо, напоминалка придет от вебинарной системы. Ну и в понедельник, 27 числа, Юрий Николаевич Белоножкин сделает вебинар под названием «Психология онлайн-взаимодействия и онлайн-обучение». Юрий Николаевич, как всегда, у нас будет говорить про тему электронного обучения в рамках темы электронного обучения. Ну и я надеюсь, что тоже будет интересно, как всегда, на его вебинарах. Все участвующие в нашем сегодняшнем вебинаре получат бесплатные электронные именные сертификаты по почте. Вам ссылка придет. По этой ссылке надо сразу перейти и скачать себе PDF-файл с сертификатом. Ну вот, собственно, и все. Да, я вижу, что Константин Николаевич загрузил уже свою презентацию. И, кстати, ее можно скачать из окна ресурсы, предвыщая ваши вопросы в чате. Обычно такой вопрос задают. Так что все как всегда, а мы приступаем к нашему сегодняшнему вебинару. Я представляю Константина Николаевича Костюка, генерального директора компании «Директ Медиа». И сегодняшняя тема «Электронная книга в научных библиотеках США и России. Держимся одним курсом». Константин Николаевич, прошу вас. Дорогие коллеги, благодарю всех, кто сегодня с нами пришел на наш вебинар. Думаю, вы не пожалеете, потому что сегодня очень интересная информация. Всегда интересно, как происходят вещи не только у нас, но и в международном сравнении. Особенно интересно сравнить вот такую тему, которым мы занимаемся, электронные библиотеки, электронные книги, и как это обстоит у коллег в Соединенных Штатах Америки. Здесь, собственно, моего участия в этом материале не очень много. Я вам представлю очень интересный статистический материал, который сами американцы провели в журнале «Library Journal». Очень известный журнал проводит такие социологические опросы и исследования довольно регулярно. И вот в 2016 году вышли последние данные, они показывают очень интересные результаты. Ну, а так, как бы к вступлению, еще бы отметил, что, разумеется, Соединенные Штаты в плане электронной книги были всегда лидерами, и, собственно, они все начинали. И вот тот импульс, который дали международные гиганты, Amazon, Apple для развития электронной книги, они обеспечили это лидирующее положение. С годами оно уже не столь безупречно нагоняют Соединенные Штаты, причем с неожиданных мест, но это Великобритания, которая очень известный международный издатель на английском языке, и Южная Корея, очень прогрессивная страна в плане информационных технологий. Вот, тем не менее, вот в ситуации США мы видим всегда, как оно, условно говоря, будет происходить через сколько-то лет у нас и у наших соседей. Вот Европа, в частности, тоже динамично догоняет Соединенные Штаты. Ну и вообще нам, конечно, интересно, как происходит учебный процесс в США, и здесь, в общем-то, безупречный, безусловный лидер, и информационное обеспечение учебного процесса с помощью библиотек. Так что, надеюсь, эта информация всем будет небесполезна. В общем, вот это вот социологическое исследование, оно проводилось для изучения электронной книги в библиотеках уже трижды. Вот у меня отмечено первый год в 2011 году, когда вообще только началась эта тема, уже была ощутимой, в 2012 году, второй, и после четырехлетнего перерыва, вот в прошлом, в 2016 году. Это репрезентативное исследование, в нем участвовали, как вы видите, около более 300-400 библиотек каждый раз, и причем они отражали весь спектр библиотечного ландшафта. Это, начиная с колледжей, как известно, два вида колледжей среднего образования, двухлетний и четырехлетний цикл, то есть здесь немножко с нами не совпадает. Это у нас вот в тех таблицах статистических идет под понятием комьюнити колледж. Андеградиуэт – это как раз классический университет, и прежде всего вот четырехлетний бакалавриат, который с нами уже на сегодняшний день вполне совпадает. И ступень «Graduate Professional» – это более высокая ступень, широкий покрывает спектр, начиная от университетского высшего образования, аспирантского, и заканчивая профессиональными научными библиотеками, ну, подобно тому, как у нас академические библиотеки. И там разброс данных, соответственно, самый широкий. Исследование прошло очень качественно, там по нескольким критериям, в частности, библиотеки разделялись с финансированием ниже 100 тысяч долларов, то есть небольшие библиотеки, от 100 тысяч до миллионов – вторая категория, это уже нормальные, внушительные библиотеки. И свыше миллиона – это гиганты. Итак, познакомлю с некоторыми любопытными цифрами и тенденциями наших коллег, но заодно будем сравнивать, а как у нас, что у нас прижилось, что для нас чуждо. Вот, ну, начнем с количества книг, которые на сегодня вы найдете в библиотеках США. Количество доступных электронных книг. Вы видите здесь два графика, и первое, что бросается в глаза, что вот эти доступные электронные книги, они примерно разбиваются на две равные половины. Половина их приобретается, ну, университетом, будем говорить, самостоятельно, а половина – это приобретение через консорциумы, то есть различные коллективные формы. И как вы видите, ну, консорциум, понятно, дает экономический эффект, удобство, то есть большая часть контента закупается через консорциумы, а не напрямую. Вот этого у нас, к сожалению или не к сожалению, такой практики распространенной нет. Вот, еще обращу внимание, чем это особенно качественное профессиональное исследование. Здесь везде дается среднее значение, да, и медианное. Ну, те, кто в курсе понятий статистики, знают, что средняя – это вот то, что мы называем средняя температура по больнице, она может очень сильно от реальности искажаться, если какой-то участвует игрок, который очень сильно от общего тренда отклоняется. А вот медианное значение – это как раз попытка уловить вот действительно среднее, то есть исключая вот те особые случаи, и поэтому различия в цифрах довольно существенные у нас. Вот на данном графике показаны как раз медианные значения, рост доступности использования электронных книг, начиная с 2010 года и по 2016. Вот, как вы видите, он довольно существенно растет, причем в среднем, если бы был график средней величины, это очень существенное увеличение. В 2010 году было вообще 90 тысяч на одну библиотеку в среднем, а в 2016 это уже было 258 тысяч. Вот такой большой рост общего объема. Ну, в медианном значении рост не так велик. В 2016 году их стало 47 тысяч на одну библиотеку, в то время как в 2012 году было 35 тысяч. То есть реальный ассортимент доступа вот в обычных библиотеках увеличился на 33% за эти годы. Вот, и еще обращу внимание, да, что вот через консорциум получается практически в два раза больше, чем самостоятельное приобретение. Вот, и еще обращу внимание, вы видите, что здесь все линии растут, да, и колледжи, и университеты, а вот профессиональные библиотеки с 2012 года снизились. Вот это говорит о том, что тоже был очень большой такой рост импульса в 2010-2012 году в Америке. Вот в дальнейшем все немножко стабилизируется, ну вот особенно у научных учреждений. Это вот по доступности, доступных электронных книгах. Вот это интересный для вас, думаю, график, сопоставляющий фонды печатных книг в библиотеках США. Вот, тоже вот по нему, но я думаю, вы скачаете потом эту презентацию. Здесь поле для как раз размышлений, анализа над вот этими табличками. Вот, ну и в частности, можно посмотреть, сколько в Америке печатных книг в библиотеках учебных учреждений. И вот в среднем это получается 520 тысяч. Вот, и также в среднем получается где-то половина этого числа. Это электронные цифры. 258 тысяч книг это электронные. Вот, и если снова возвращаться к электронным, кто больше всего получил именно от того, что пришла электронная книга, более дешевая, более удобная, в первую очередь выиграли те библиотеки, у которых был сам по себе небольшой фонд. То есть библиотеки-колледжи. Вот они, имея в фонде бумажных книг 67 тысяч наименований, электронными получили 160 тысяч. То есть вообще в разы. Да, в то время как обычные университетские библиотеки, вот у них средний прирост книг 250 тысяч, это все-таки меньше, чем их печатный фонд. Тем не менее, вот здесь видно, что цифровая книга, она действительно значительно расширила доступ к книгам. И это, разумеется, не может не радовать. Ну, а теперь мы пройдемся по каким-то критериям, по которым американские библиотекари выбирают электронные ресурсы, оценивают их, ну и какие показатели они используют. Ключевой параметр, по которым они судят, вот по их же собственному признанию, судят о качестве и ценности ресурса, это количество поисковых запросов полным текстом. Для кого-то это может показаться необычным. 53% отводят этому критерию главный ключ. Ну, в принципе, особенно это понятно для реферативных ресурсов. Вот второй критерий, это количество загрузок с ресурса, 48%. Оценивать статистику по этому параметру. Вот третий критерий, 38% количество сессий, то есть сколько подключается пользователей. И, наконец, четвертый, количество постраничных просмотров. Вот, в общем, все параметры нам понятны. Ну, у нас, как правило, по загрузкам книг меряется и по количеству постраничных просмотров. То есть такой очевидный факт, сколько читается книг. При этом интересно, что количество книгообращений именно книгам не очень популярные критерии. Вот 13% всего ему отводят значение. Вот у нас книгообращения очень часто используются как такой параметр. Вот, зато американцы еще считают время, проведенное на ресурсы. И тоже довольно высокий, дают ему балл. А если в целом судить, растет ли статистика потребления электронных книг или нет, то вот этот вопрос задан к самим библиотекарям. В большинстве они считают, что потребление растет. 57% убеждены, что все больше электронных книг читается. Вот 41% что остается на прежнем уровне. Вот, и только 1% считает, что статистика падает. То есть все равно вера в электронную книгу, она поддерживается на довольно высоком уровне. А вот что является препятствием использования электронных книг в библиотеках, что ограничивает и задерживает читателей. На первом месте оказалось утверждение о том, что читатели предпочитают печатные книги в библиотеках. Вот, причем любопытно, что 60% отметили вот этот факт, в то время как вот в 2012 году лишь 50%. То есть вера в печатные книги, то, что они все равно нужны в библиотеке, и их ничего не заменит, она упрочилась. Еще одним важным препятствием для использования электронных книг библиотекарь считает недостаточную информированность в том, что такие ресурсы есть, что они доступны. Вот, 56% назвали вот эту причину, то есть проблема донесения информации до читателя, там так же остра, как и у нас. Зато значительно снизились барьеры, связанные именно уже с практикой, с привычкой чтения электронных книг. Ну, например, ограниченность ассортимента, это только 25% отмечают как недостаток, сложности с поиском информации 23%, неудобство цитирования 22%, ограничение управления правами 30%, вот это все раньше было в 2012 году гораздо более значимым недостатком. Значит, народ уже привык и пользуется. Вот есть еще новые причины, которых не было раньше, это ограничение для распечатывания книги, вот это вот важно им, 40%. Недружественность платформы, отмечают респонденты, отсутствие мобильной оптимизации, вот факторы, которые мешают, ну, которыми пользователи недовольны. Вот еще интересно, что 28% отметили наличие сопротивления со стороны факультетов. Ну, это, видимо, в тех случаях, когда ресурсы покупаются без того, чтобы спрашивать кафедры, да, и, в общем, такие ресурсы оказываются ненужным. Ну, как видите, факультеты и кафедры активно здесь реагируют. Основные требования к платформе, которые предъявляют библиотеки к разработчикам ресурсов. На первом месте оказалась возможность сохранить, загрузить книгу и поделиться с ней, 94%. Вот, для меня лично это очень такой удивительный показатель. У нас в России практически из-за защиты авторских прав и политики защиты ВБС невозможно вообще такую операцию сделать, загрузить книгу, поделиться с ней, со статьями только можно. Ну, и в розничной среде это, пожалуй, можно. Вот, ну, видно, вот, fair use и прочие причины позволяют в Америке более свободно предоставлять книгу, раз они так все это ценят. Ну, а ключевыми также являются требования мобильной оптимизации, 90%, наличие PDF-формата, вот это тоже 90%, очень такое веское требование, наличие постоянной ссылки на книгу URL для целей цитирования, видимо, разнообразие форматов цитирования для исследователей. Вот, также высоко оценены и наличие интерактивного контента, цвета, иллюстраций, возможность распечатывания. Вот, ну, в общем, все это достаточно стандартные требования к платформе, и там, понятно, они находятся на высоком уровне. А теперь критерии, которые побуждают библиотеки к покупке ресурсов. Тоже очень интересный такой вопрос, близкий нам. И вот оказывается, что главной причиной, фактором, побуждающим приобретение ресурса, являются требования со стороны кафедры факультетов, 82%. На втором месте вопрос цены, разумеется, тоже 79%. И, наконец, на третьем требование включенности литературы в программу учебных курсов, 76%. Я думаю, услышав вот эту первую тройку, наши библиотеки тоже зааплодируют, потому что, ну, картина абсолютно идентичная. Сцена, запрос со стороны кафедры и включенность литературы в наш РПД. Так что, как видите, здесь мы действительно идем одним курсом. Вот еще есть параметры, которые побуждают к позитивному решению. Это модель одновременного безлимитного использования книг. 73%. Ну, тоже известно, что в США довольно жесткая ДРМ, и там очень распространено ограничение по количеству лицензии использования. Вот у нас в стране в основном все практикуют безлимитное, во всяком случае, в университетской среде. Дальше также важны достоинства платформы, репутация издателя платформы, наличие внешних оценок одобрительных о платформе, и лично после этого следуют студенческие запросы. 38%. То есть студентов они тоже слушают не в первую очередь. А теперь практически сторона, как американские библиотеки предоставляют доступ к электронным книгам, как это все организовано в ВУЗах. Ну, понятно, что доступ через платформы всегда существует напрямую, как и у нас, но в основном практикуется способ предоставления доступа книгам через свой собственный электронный каталог. CRM ВУЗа, АБИС, как хотите, можете это назвать. 74% предоставляют это в таком формате. Интересно было бы посчитать, как у нас с этим делом стоит, потому что очень многие ВУЗы тоже так практикуют, но мне кажется, наверное, все-таки от силы процентов 50. 53% предоставляют доступ через поисковые сервисы Discovery. Тут тоже очевидно, у нас эти сервисы далеко не так развиты, у нас был бы на порядок меньше показателей, а здесь практически половина. 38% дают доступ через алфавитный перечень, то есть сервисы A2Z, 46% дают доступ к ним через библиотечный указатель ЛИПГАЙД своего университета. Вот это интересный такой феномен, насколько я понимаю, у нас ЛИПГАЙД, как самостоятельный библиотечный сервис, имеется только буквально нескольких топовых университетов. Вот там практически половину, включая и библиотеки, Полиджи имеют вот такой библиотечный сервис. Вот так же через предметный указатель это тоже у нас есть. А вот очень близкий вопрос, как в американской библиотеке продвигаются электронные книги. Вот как я сказал, проблема донести информацию до читателя очень велика. в первую очередь с ней справляются посредством информационных занятий. 80% отмечают такой путь. 75% полагаются на устную информацию в стенах библиотеки, то есть активно разъясняют и рассказывают. Ну, довольно высокий показатель. Опять-таки используется информирование через веб-сайт библиотеки, через социальные сети, через тот же ЛИПГАЙД, 70%, ну, и различные способы донесения email-рассылки, баннеры на сайте и так далее. То есть, работа ведется очень активно. А проблемы те же самые. Вот несколько слайдов, посвященных таким общим показателям, что за библиотеки присутствовали, и вообще, думаю, всем будет интересно, как финансируются американские библиотеки. Вот, вы можете потом подробно посмотреть вот в этой табличке, но в среднем в больнице, опять-таки, это финансирование американской средней библиотеки составляет 781 тысячи долларов США, ну, почти миллион. в общем-то, учитывая, что это и колледжи, очень хорошая цифра. Вот, но медианный, как я говорил, бюджет гораздо скромнее, это 214 тысяч. То есть, ближе к реальности вот эта цифра, 200 тысяч долларов в среднем располагает библиотека. Тоже хорошая цифра 6 миллионов. рублей. А вот если здесь делить по различным отдельным библиотекам, то вот такие цифры, здесь я показал и средние, и медианные на слайде. Вот колледжи 130 на 90 примерно, университеты, как вы видите, где-то в 6 раз больше, 850 на 300, ну, и научно-профессиональные библиотеки, видно, что они с деньгами. Миллион 300 на 350. То есть, больше миллиона, ну, там еще будет показано, довольно много библиотек имеют больше миллиона долларов. Вот, при этом в этом исследовании также все время разделяются государственные учебные заведения и частные. известно, что частные в Америке очень богатые, но при этом финансирование электронных ресурсов все-таки в государственных немножко выше. Вот, а теперь от финансирования общего к финансированию электронных ресурсов. любопытно, что в 16-м году деньги на комплектование электронными книгами немножко даже снизились по сравнению с 12-м. Они только не повысились. Кстати, вот такую же абсолютную тенденцию наблюдаем и мы на нашем рынке. Вот, последние три года действительно не растет общий бюджет на ЭБС. Многие уходят с рынка. И при этом, хотя у нас был, понятно, вначале импульс такой законодательный, потом своего рода откат. В Америке ничего такого не было. Все было в свободном режиме, но, как вы видите, тренды очень близкие. Это интересно. Вот, в общем, в 12-м году средний бюджет на электронные книги составлял 67 тысяч, вот сегодня 62 тысячи. 63 тысячи. Небольшая разница, но тем не менее. и разделение по объемам закупки. 3% библиотек не покупают электронных книг вообще. Вот, но у нас, понятно, такой показатель, наверное, был бы значительно больше. Вот, но причины там разные, или отсутствие финансирования, или принципиальные соображения, вот в основном это библиотеки колледжей, то есть с небольшим бюджетом. А вот остальные доли разделяются примерно по ровну. Около четверти всех библиотек тратят около 10 тысяч долларов и меньше. Около четверти тоже тратят свыше 100 тысяч долларов до 500. И вот только один процент тратит свыше 500 тысяч долларов только на электронные книги. Вот, ну, сумма бесспорно внушительная. Вот, ну, а в целом, если судить, вот основная масса библиотек закупает электронные книги на 10-25 тысяч долларов. То есть, 3 5 нет, 3-5 миллионов, ну, посчитаем потом отдельно. Вот, и 23 процента на 25 100 тысяч. Ну, то есть, вот, 50 процентов библиотек, так, скажем, достигает 6 миллионов бюджета. теперь, какую часть бюджет в процентном отношении тратит библиотеки на электронной книге. Четверть это не более 5 процентов общего бюджета, 30 процентов это не более 10 процентов и 25 процентов не более четверти бюджета. то есть и только 13 процентов расходует более четверти своего бюджета. Ну, как вы видите, в целом касательно доли общего бюджета это невысокие показатели. Мне кажется, у нас университетские библиотеки гораздо большая часть тратит на электронные книги. здесь практически серединка где-то вот четверть бюджета от 10 до 25 процентов. По всем типам учебных заведений это 11-12 процентов. Очевидно, меньше. Хотя, если брать уже СУЗы и школы, то, разумеется, у нас процент гораздо ниже. Но, в то же время, библиотеки ожидают в ближайшей перспективе рост этой доли и большинство считает, что этот рост будет обеспечен за счет уменьшения печатных книг. Интересно, как, какими способами, форматами и моделями подписки пользуются американские библиотеки. Тут тоже картины очень похожи и в то же время есть некоторые изменения. Но, на первом месте осталась модель подписки по времени на год 79% против 71% в 2012 году. То есть, вот эта модель упрочивает свое значение. Второе место, что тоже любопытно, это покнижный доступ, постоянный покнижный доступ к электронным книгам, то есть, точечное комплектование. Этот тип упал с 83% до 75%, но все равно вы видите, там очень высокие диаграммы. Гораздо более активно по книжной комплектованию, чем у нас в стране. Но и надо заметить, что в Америке с авторским правом проблема решена более логично. у нас на большинство книг просто невозможно предоставить постоянный доступ. Всегда существует срок авторского права. Остальные критерии, которые можно выделить, ну, они уже небольшие, имеют небольшую популярность. Вот есть такой формат, как единовременное приобретение доступа к коллекции и в дальнейшем только некий апгрейд за небольшую сумму. У нас это на рынке практически не присутствует. Приобретение книг на платформе агрегатора 34%. Ну, это обычный формат. Еще важная модель, которая распространена в Америке, это demand-driven acquisition, то есть приобретение посредством пользователя. Вот эта модель постоянно растет, хотя она выросла с 30 до 49%, причем есть модель, где сразу полностью приобретается книга, есть модель, где приобретается только по модели временной аренды, это еще 18%. То есть это такая растущая популярная модель, у нас только в публичных библиотеках она используется. исчезли некоторые модели доступа такие, как платы за использование, за книгообращение, за компьютерное место, вот этого и собственно и у нас тоже уже практически нет. я бы обратил внимание на интересную модель, которая вот здесь проявилась, причем достаточно популярна, 11 и 10% модели профилей комплектования. Это такой формат, когда вузу предоставляется некий профиль комплектования по каким-то дисциплинам, по каким-то предметам, и это коллекция, будем так говорить, которая постоянно обновляется, меняется и обеспечивается ее некой стабильностью. Причем вот 11% это только в отношении электронных книг, электронных коллекций, а еще есть вариант комбинирования с печатными книгами. То есть целиком по своему профилю библиотека обеспечивается подходящим контентом. Вот эта модель тоже растет в популярности, она довольно новая. Мы в этом плане тоже экспериментируем, так в целом в России она пока не представлена. Хотя мне кажется это будет явный тренд, когда книги предоставляются только по тому профилю, который нужен учебному заведению. Вот еще интересный слайд, который показывает положение вендоров, то есть компаний разработчиков на рынке. В общем большинство из них все нам известны, и на первом месте вы видите EBSCO хост 82% с довольно большим отрывом. Они очень хорошо продвинуты на американском рынке, кроме EBSCO хост EBSCO принадлежит YBP library service, тоже занимает 38% в общем положении, EBSCO можно позавидовать. ProQuest и BookCentral это бывшие E-brary значительно меньше, но тоже 58% и хорошо представлена платформа Gale, в частности Literature Criticism Online 59%, вот у нас как ни странно Gale мало кто закупает в стране. Вот вы эту табличку потом можете посмотреть, обращу внимание, что есть такие бесспорные лидеры подобно OverDrive на рынке публичных библиотек, вот он в учебном сегменте совсем здесь не заметен, всего несколько процентов, в то время как там это вообще лидер 90%, и точно так же очень маленькие проценты занимает Amazon, Ingram, Books 24 на 7, My Library, вообще нету Google Scholar, в общем это тоже похоже на нашу картину, вот те, кто занимается публичными библиотеками, университетский круг не вхож. Вот еще обращу внимание, что по прямым договорам с издательством работают довольно мало, только 30% библиотек, но это видно крупные библиотеки с большим бюджетом, вот, и точно так же очень мало приобретают доступ к платформам через агентов, 15% в основном прямые закупки. Ну и несколько слайдов о любопытных таких тоже факторах, феноменах, в частности, на каких устройствах читают электронные книги. Вот в 12-м году в опросе библиотеки считали, что 40% читают и должны читать на планшетах. Вот сейчас оказывается, что все не так, 60% пользователей читают на персональных компьютеров или ноутбуках. А вообще в пользу планшетов мобильных телефонов высказалось лишь 4%. То есть практически учебные научная литература на планшетах и мобильных не читается. Поэтому так важен формат PDF. Он позволяет корректно цитировать бумажную книгу и работать с ней. Собственно, у нас так и произошло тоже разделение. Учебный рынок сугубо на PDF работает, а розничный рынок такой, как Литрес, это планшеты ePub. Ну, правда, надо сказать, что большой процент чтений происходит дома, так что библиотеки судить четко об этом не могут. А вот какие жанры закупаются в электронном виде. На первых двух местах вы видите с большим отрывом. Это реферативная литература, то есть различная справочная литература и на втором научной монографии. То есть более 85% закупают это в электронном виде. Дальше идут с отрывом классика, нонфикшен по 50% и художественная литература. У нас, тем не менее, как мне кажется, классику и нонфикшен вообще не закупают вузы. А вот очень близко на какие жанры именно литературы спрос в электронном виде. То есть что люди готовы читать в электронном виде? Какой формат? На первом месте оказались монографии, то есть их охотно покупают в электронном формате. На втором справочная литература. Какие прошлые таблицы? Остальные сегменты менее 10%, то есть ее предпочитают читать в бумажном виде. Ну и вот очень любопытные обстоятельства, касающиеся учебников. Вот здесь вы увидите, что электронные учебники занимают очень небольшой по спросу сегмент. из доступной литературы это всего около 30%, причем большая доля приходится на научных библиотеках, в университетах это 25%. Видимо, учебники предпочитают все-таки читать в печатном виде. Ну, а если по оценке важности электронных учебников, то оценка еще ниже. Только 14% считают их необходимыми в структуре электронных ресурсов. Это ниже даже, чем было 4 года назад. Особенно низка ценность в колледжах. Ну, видимо, здесь играет, вот здесь как раз, мне кажется, колоссальное различие с нашей ситуацией, потому что у нас электронные ресурсы, такие как ЭБС, нацелены в первую очередь на учебники. И видно, сам учебный процесс строится вокруг учебников. За рубежом учебники сами по себе не имеют такой ценности, более широкий пласт литературы используется, и если они и есть, то, видимо, больше с ними работают в бумажном формате. Вот, и еще интересно, вот был такой вопрос, замещаете ли вы учебники открытыми ресурсами. Вот эта практика активно развивается, 8% вообще целенаправленно уже заменяют учебники другой литературы, 6% по ситуации готовы это делать, и вот четверть на уровне факультета, то есть методично, постепенно уходит от учебников в пользу других видов ресурсов. Ну, что ж, дорогие коллеги, я кратенько пробежал по этой довольно сложной информации, кому будет интересно, я думаю, вы поработаете там с табличками, там все понятно, могу отослать вас еще к статье в университетской книге, она вышла как раз в октябре, там это все тоже так обстоятельно разжевано, вот, а в целом это исследование доступно на самом сайте Library Journal, о котором я говорил, оно открытое, и там можно найти много интересного, если кто-то хочет улыбиться в тему. Если подводить итог, уже с точки зрения специалиста, я бы обратил внимание на то, что, вот, казалось бы, истории у нас очень разные, вот, электронные книги в публичной сфере, в розничной, это колоссальная разница, если вы знаете, 30% всего издательского потока в Америке приходится на электронные книги, у нас это сегодня 3% всего, на порядок меньше, правда, у нас есть еще пиратство помогает здесь, тем не менее, вот, в розничной сфере такое широкое распространение, а в научных библиотеках вы видите, что и доля финансирования меньше относительно, хотя суммы, конечно, гораздо больше, чем у нас, вот, но сама практика, подходы, которые используются, особенно внимание к мнению кафедры, участие литературы в рабочих программах дисциплин, способы отбора, критерии, требования, предъявляемые к ресурсам, все это очень нам знакомо, и, ну, будем радоваться, что мы, как бы, идем в общий конвейер. Я всегда повторял, что именно в плане учебной литературы наш, наш сегмент электронной среды в наибольшей степени приближен к американскому, и здесь мы практически не отстаем, а в плане учебников даже и опережаем. Вот, на этом я закончу основное содержание, тут еще парочку вопросов с благодарностью, спасибо за благодарность. Стратегические научные исследования, ну, да, стратегические участвуйте, будем рады вас всегда видеть. Так, сейчас еще вопросы посмотрим. Так, получается, одни спасибо, так, ну, здесь есть реплики походу, да, как читать. Так, единственное, что я вот сейчас сходу вам ссылочку не дам, но вы можете забить в гугле Library Journal, там в начале презентации у меня он показывал, вот я забыл, я ссылочку туда дать. Вот, и вас сразу переведет на сайт, и там есть социологические исследования, и вы без куда найдете этот документ, там запрос ставится, и потом вам его пересылают. Вот, что ж, я вижу, забросал вас всех информаций, столько цифр за час не переваришь, все понимаю, вот, но надеюсь, все равно общие тренды понятны, и будем лучше ориентироваться в международном инвестиционном пространстве. коллеги, большое спасибо за участие в нашем вебинаре, давайте поблагодарим Константина Николаевича за интересный, продвинутый такой сегодня доклад на нашем вебинаре, ему сегодня еще лекцию читать прямо сейчас, так что давайте его отпустим, и я напоминаю, что жду вас всех на наших новых вебинарах, ссылки я приводил, наш сайт вы знаете, Директ Академия РУ, простой, достаточно простой для запоминания адрес, и на любой вебинар, на любой вебинар до июня месяца мы вас ждем, записывайтесь, будет интересно, спасибо, да, отвечая на вопросы, конечно, будет запись в скором времени на нашем видеопортале в Ютьюбе, и даже прямо из расписания вебинаров, через некоторое время, через 1-2 дня вы сможете, отщелкнув на 1-2 дня назад, посмотреть эту запись прямо из расписания, все, спасибо, прибавляем, Продолжение следует...